друзья приветствую меня зовут екатерина косолапова я ландшафтный дизайнер и сегодня мы с вами поговорим о микрозелени очень полезный продукт который можно выращивать в обычных домашних комнатных условиях что же такое микрозелень микрозелень это молодые проростки обычных зеленых или овощных культур которые мы получаем с вами буквально за 7-10 дней выращивания просто на своем подоконнике по последним исследованиям выявлено что это просто кладезь витаминов различных минеральных солей и полезных для человека веществ вообще это очень современное и нужное для человека направление например в сколково профессии сити фермер а это тот человек который выращивает микрозелень вошла в топ 100 профессий будущего итак давайте сейчас вместе с вами побудем сити фермерами и вырастим вот эти вот ростки добра ростки пользы таким же образом выращивается микрозелень есть вот такие самые простые лоточки они состоят из крышки вот такого коврика он может быть жутовый или как в моем случае кокосовый это абсолютно экологичный коврик позволяющий получать безопасную продукцию экологичную свободную от грязи как например в случае при выращивании на земле или на другом субстрате вот таком контейнере с отверстиями и непосредственно вот вниз каким образом мы будем с вами выращивать наши семена добра и так мы берем коврик и замачиваем его на несколько часов в воде с тем чтобы он очень хорошо пропитался укладываем как я вам показывала подончик с отверстиями в наш нижнюю часть контейнера укладываем коврик и на него 7 семена это как я вам говорила могут быть различные семена зелени и овощей только самые интересные истории стройки и переезда за город от самых разных героев про самые разные дома подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить ну что я порекомендую для начинающих сетях фермеров это конечно различные виды салата и прежде всего это крес салат далее это различные виды капусты например капуста кальраби хорошо очень прорастает капусты и салаты также горчица чуть дольше у вас будут сходить и следовательно можете их уже после всех салатных пробовать выращивать это подсолнечник горох подсолнечник и горох они будут сходить чуть дольше чем остальные культуры которые я вам сейчас назвала и так мы высеваем семена на этот коврик увлажняем и прикрываем крышкой далее этот контейнер стоит у вас на подоконнике при температуре комнатной примерно плюс 18 20 градусов первые моменты вот эти первые дни прорастания в общем свет не обязателен можно это и сразу все-таки размещать на свету далее по мере того как у нас будут с вами начинать прорастать проростки мы открываем крышечку уже точно необходим нам свет и вот данном случае вы видите что мы используем фитолампы они требуются при выращивании микрозелени прежде всего в низкосветовые периоды это у нас осень зима летний период и весенним уже можно будет от них отказаться эти лампы принципе годятся для всех растений обычные фитолампы с красным синим светом просто они дают более энергичные более дружные всходы в наших с вами лотках микрозелени употребляют срезают микрозелень примерно на фазе 7 10 дней с момента посева как говорила горох крупно схожая культура и и мы будем срезать немного позже где-то через 12 14 дней до их можно было бы отпускать и более в больший рост но наибольшее количество полезных веществ минералов питательных веществ солей содержится именно в молодых проростках поэтому важно их срезать именно в этот период проростки могут сохраняться некоторое время примерно среднем они хранятся вот 7 до 14 дней хранить их нужно в холодильнике строго при температуре плюс 4 градуса если температура будет немного выше например 10 градусов а это может происходить в том числе из-за того что вы часто открываете холодильник и в нем более тепло значит они будут храниться просто до 7 дней конечно если вы заметили какие-то признаки их там не знаю увядание или вдруг появилась единичная плесень такую микрозелень употреблять уже нельзя есть такие более туго всхожие виды микрозелени такие как подсолнечника горох и у них зачастую могут появляться такие микро корешки на поверхности начинающие сети фермеры могут это воспринять как плесень и мы просто выбросить ее на самом деле это микро корешки которые можно и нужно просто пролить перекисью водорода раствором этого препарата что никаким образом не скажется ни на вкусовых не на полезности микроизделений и эта проблема уйдет и вы через 14 дней снимите свой первый вкусный урожай кстати горох очень любят дети потому что он действительно имеет вот такой знаете характерный сладковатый приятный вкус сейчас очень многие современные рестораны кафе приходят к тому чтобы подавать свои блюда с микроизделения своим посетителям и клиентам школы и садики активно покупают микрозелень потому что им нравится это даже не только с точки зрения что можно очень быстро получить результат своего труда а то что дети учатся уходу за растениями на их глазах прямо из семечка появляются вот эти вот ростки которые можно практически практически через несколько дней уже дегустировать вкус этих культур он реально напоминает вкус тех овощей которые обычно выращиваются у нас с вами на грядках в огороде ну и конечно сейчас многие уже больницы и санатории пристальное внимание уделяют вот этим пара росткам микрозелени потому что действительно это дает очень хороший результат как в профилактике так и в лечении заболеваний очень хорошие полезные микрозелень получается из пшеницы это вообще уникальный такая кладезь всех необходимых человеку веществ да и конечно мы не забываем с вами о наших домашних питомцах если вы увидели что к лоточку с микрозеленью подходит ваша кошка значит ей точно не хватает каких-то веществ и стоит ей выделить ее отдельный лоточек вот чтобы она его на первых этапах не приняла для другого функциональности вы просто накрываете его крышкой а когда появляются уже ростки она его распробует и поймет для чего вы предложили ей си и лакомство также можно просто добавлять и вместе с сухим кормом небольшое количество проростков она улучшает пищеварение вот и способствует укреплению иммунитета животных микрозелень используют для в том числе для декорирования очень многих овощных и мясных блюд просто посыпаю ей эти блюда сверху либо используют в различных салатах конечно из микрозелени получаются очень питательные и полезные зеленые коктейли которые просто энергозаряд для вашего организма друзья мои сегодня про микрозелень все всем здоровья и отличного иммунитета и до встречи в следующих выпусках задавайте пожалуйста свои вопросы я жду ваши комментарии на